Женский футбол Правда, к тому моменту сезон стартовал. Надежду приняли задним числом. И сразу техническое поражение за отсутствие на игре первого тура. В клубе разводят руками, как можно засчитать поражение команде, которая на тот момент не была заявлена в турнире. Видимо, снова задним числом. Теперь вот нагоняем упущенное, говорит Александр Ласточкин. За это время подрастеряли боевую дружину. Даже на замену выходить некому. Да, есть у нас молодежь. Опять-таки, планомерной работы не было по той причине, что мы не знали, будем играть, нет. То есть много очень упущено и в разных моментах. Опять-таки, вот девчонки ездят маленькие на игры, но еще ни одного сбора там не получили. То есть здесь пока больше минусов. Но, тем не менее, постараемся так, чтобы, как закончился первый круг в мае, чтобы они спокойно начали готовиться к второму кругу, который стартует в августе. И мы с лучшим настроением подошли уже к этому второму кругу в составе молодежных команд. В минувшее воскресенье в рамках седьмого тура была сыграна домашняя игра Надежды с Брестской Викторией. И надо сказать, лишь благодаря героическим усилиям вратаря гостей счет 0-0 держался до середины первого тайма. Однако Надежда на гол увеличилась с каждой атакой хозяек и в результате первый мяч влетел в ворота гостей на 28-й минуте матча. Дальше больше. Итоговый счет 5-0. И Надежда по итогам этого тура с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице. Субтитры создавал DimaTorzok